Новости на канале СТВ в студии Екатерина Забенько. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Первый день перемирия. В Украине сегодня не слышны выстрелы и артиллерийские залпы. Эта война стала самой продолжительной в 20 веке. В Беларуси отмечают 26-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Тепло твоих ладоней, а необычные акции на Брещене мы расскажем буквально через несколько минут. На Донбассе вступил в силу режим прекращения огня. Он начал действовать сегодня с полуночи. Из самопровозглашенной Луганской народной республики за это время пока не приходило ни одного сообщения об обстрелах. В Донецкой области ситуация немного иная. В целом там перемирие соблюдается, кроме района Дебальцево. Там сегодня звучали единые выстрелы. В самом Донецке спокойно боевые действия во всех окрестностях города прекращены в соответствии с минскими договоренностями. Звуков стрельбы не слышно. На маршрутных линиях в городе запущен транспорт, осуществляющий перевозки пассажиров в режиме выходного дня. Аварийные бригады энергетиков восстанавливают разрушенные коммуникации, пострадавшие от боевых действий. А тем временем то, как соблюдается перемирие на юго-востоке Украины, по телефону намерены обсудить лидеры так называемой нормандской четверки. Такая договоренность была подтверждена в ходе беседы Владимира Путина с Франсуа Ландом и Ангелой Меркель накануне поздно вечером. В телефонном разговоре президенты России, Франции и канцлер Германии акцентировали важность соблюдения конфликтующими сторонами всех положений документа, подписанного в Минске контактной группой. Напомню, саммит нормандской четверки прошел в Минске на этой неделе. Переговоры длились рекордные 16 часов. Все участники встречи заявили, что встреча получилась крайне плодотворной. Ее результаты помогут урегулировать кризисную ситуацию на востоке Украины. Беларусь видит перспективу в Евразийском экономическом союзе и не собирается из него выходить. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в эксклюзивном блиц-интервью ведущему программы «Вести» в субботу на телеканале «Россия-1» Сергею Брилеву. Глава государства опроверг досужие разговоры о том, что Беларусь якобы хочет выйти из этого интеграционного объединения. Если кто-то там пытается меня упрекнуть, отслеживая после нашего диалога с журналистами, что Лукашенко хочет выйти из Евразийского союза. Господь слава. Все гораздо проще, почему этот вопрос возник. У нас оппозиция начала меня упрекать и власть в том, что мы подписали этот договор, из которого невозможно выйти. Я реагирую на это, вы читаете, договор. Ни одна страна не подписывает договора, из которого нельзя выйти. Поэтому, если уж очень больно и тесно, то из любого договора можно выйти, в том числе и в Евразийского. Меня обвинили, ну это привычное для меня, что Лукашенко хочет выйти из этого договора. Зачем? Нам он очень выгоден. Нам выгоден, мы видим перспективу в этом. Один из вопросов касался оценки возможностей налаживания отношений Беларуси с Западом в результате прошедших минских переговоров в нормандском формате. Я бы так не говорил, что мы как-то наладили отношения с ними и так далее. Я здесь не лелею никаких надежд. Я вам абсолютно искренне и честно спасибо, что задали этот вопрос. Хочу сказать, я уже не в том возрасте, когда люди шарахаются, делают крутые резкие повороты и так далее. Во-первых, извините за нескромность, я обладаю неким уже политическим опытом. Не только багажом, он тоже за плечами ездит. Я уже этого насмотрелся. Да и для вас это уже не в новинку. Я видел разные переговоры, я их вел. И что вы знаете, голова закружилась. От чего, собственно, голова у меня закружилась? От того, что меня попросили, мне поручили в конце концов организовать это мероприятие. Бог с вами. Я не преувеличиваю здесь роль Беларуси и свою роль, как обычно. Не преувеличиваю. Поэтому, если вы думаете, что это причина мне куда-то повернуться, выбросьте это из Голландии. Этого, во-первых, никогда не будет. Во-вторых, откровенно говорю, меня и не приглашают, и там не ждут. А в-третьих, мы же с вами русские люди. Слушайте, о чем речь? Мы с вами люди, родившиеся на одной земле. У нас есть общая история, у нас общие взгляды. И, наверное, немаловажно, как бы там вы ни думали о наших отношениях с президентом России, мы друзья. Не только братья родные, но и друзья. Вот из этого исходить. День памяти воинов-интернационалистов сегодня в Белоруссии. На всем пространстве бывшего Союза отмечают 26-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Эта война длилась больше 9 лет, став самой продолжительной в 20 веке. В современной истории они часто говорят, как о первой антитеррористической операции. Всего дорогами огненного Афгана прошло больше 30 тысяч белорусов. 800 из них так и не вернулись домой. Кто-то был убит, кто-то до сих пор считается пропавшим без вести. Памятные акции, посвященные этой дате, проходят сегодня по всей республике. Традиционно к мемориалу на острове Мужества и Скорби в Минске возложили венки и цветы. Митинг-реквием собрал воинов, интернационалистов, родных и близких погибших солдат, представителей силовых ведомств и общественных организаций. Память тех, кто не вернулся с войны, по традиции, почтили минуты молчания. Сейчас много звучит неоднозначных оценок всех событий. Мы прекрасно знаем, по крайней мере, мы участники событий, что мы достойно выполнили приказ Родины. Мы вошли туда по приказу в Афганистан и вышли по приказу. И мы ничем не уронили честь советского солдата. Стараемся сейчас почаще, побольше общаться с молодежью. Почему? Потому что вот это, что связано с анкратическим воспитанием, оно не появляется ни с того, ни с сего. Оно должно быть воспитываться. По случаю Дня памяти к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане, обратился президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что наши соотечественники самоотверженно сражались с международным терроризмом, продолжали боевые традиции ветеранов Великой Отечественной войны и навечно обрели свою славу. Также глава государства подчеркнул, что наша страна всегда будет отдавать дань уважения поколению воинов-интернационалистов. В ЧП в Логойском районе на территории школы взорвалась котельная. Погиб местный житель, молодой парень. Трагедия произошла сегодня утром. Само здание серьезно не пострадало. И, как ожидается, работа котельной будет возобновлена завтра утром. А пока для обеспечения теплоснабжения задействовали модульную передвижную установку. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Предполагаемая причина разрыва котла – нарушение правил использования печей. И в эти минуты готовится к эфиру итоговая информационно-аналитическая программа недели. И вот некоторые ее темы. Все политические дороги на неделю ввели в Минск 13 договоренностей нормандской четверки. Они просто молодцы. Они выдержали этот марафон. Чем отличается супер от лучше, чем супер? Особенности языка дипломатов, значение жестов и даже дресс-кода. Это не самая лучшая ночь в моей жизни. Но утро, на мой взгляд, доброе. Наталья Бреус о сутках во дворце независимости, которые изменили все на пути к украинскому миру. Но никто и предположить не мог, что встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции так затянется. И тут уже было, конечно, не до формальностей. Как аукнется и как откликнется мировые СМИ о Минском саммите. Заголовки новостей и их расшифровка. А также 500 свидетелей Минского саммита и тысячи их впечатлений в сети. Джейрон Акерман, Германия. Долгая ночь для политиков, а эти ребята не издают ни звука. Хелена Фок-Эд, Франция. Минские пейзажи после 11 часов переговоров. Сидим, ждем. Книга. Лучший подарок? Что пишут писатели и что выбирают читатели в странах Нормандской четверки? Чтобы вот это всевозможные информационные достижения, в том числе интернет, способствовали выбору, например, хорошей книги. Илона Волынец о литературе без границ на 22-й международной книжной выставке. Основное внимание публики было приковано к стендам Нормандской четверки. Почему Раубичи – это белорусская Швейцария под Минском? Сначала люди, знаете, тут уж, во-первых, и скот держали, и пасили короли. А потом уже все нормально. Своились и прекрасно на соревнования ходили. Зачем одному спортсмену 14 пар лыж Екатерина Желянина тоже встала на лыжи накануне чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров? Вот мне легче вот так ехать, как в Англии, не знаю. С палочки короткие. Деньги на ветер. Каждый житель города за 12 месяцев в среднем выбрасывает 120 килограммов макулатуры. Вроде бы материал бросный, не считается с этим, да? Но на ней мы заработали почти полтора миллиарда рублей. А второклассница из Могилёва насобирала почти полторы тонны макулатуры. Секреты большой эффективности маленькой рекордсменки. Это было мне вроде игры. А получилась такая польза. Экономика и экология. Татьяна Ревизори провела эксперимент. Попыталась извлечь деньги из бумаги. Одна тонна переработанной макулатуры помогает сточить 10 деревьев. Эти и другие наиболее заметные темы уходящих 7 дней в итоговой программе недели с Евгением Гориным в 19.30. Тепло твоих ладоней. В Брестской области прошла необычная акция, которая в прямом смысле связала одиноких постояльцев дома престарелых и воспитанников школы-интерната. Несколько месяцев назад неравнодушные брещане приобрели шерстяные нитки и предложили одиноким пенсионеркам связать теплые вещи для детей-сирот. О том, как вязанные вещи связали судьбы, расскажут наши корреспонденты. Лидия Ивановна в прошлом депутат и ответственный работник. В ее трудовой книжке более 30 лет стажа, в паспорте четверо детей. Выросшая в детском доме для своих малышей особенно старалась. Но в силу жизненных обстоятельств теперь она постояла из дома-интерната. Говорит, когда ей предложили поделиться своим теплом с сиротами, не раздумывала ни минуты. Я от души их хотела рабить. Мне желание такое явилось, что мне спать не хотелось. Я так хотела, думаю, хайпи, шерстки, носить, им будут обогревательны их. К симпатичной варежке Лидия Ивановна связала для Алины и еще пятерых воспитанников школы-интерната. Говорит, эти дети ей напоминают собственных внуков, которых очень давно не видела. Алине почти 11. В школе-интернате она живет уже четвертый год. В столь юном возрасте девочка успела понять, главное в жизни быть кому-то нужной. И мы, чтобы им делились, чтобы им помогали всегда. Чтобы их не смотрели так косо, а хорошо с ними общались. Это бабушки связались, старались только для нас. Да, мне будет очень приятно. Организаторы акции решили в прямом смысле связать детское одиночество и забытую старость. Купили шерстяные нитки и предложили одиноким пенсионерам позаботиться о детях. Теплые варежки, шапки и шарфики в подарок получили почти 30 ребят. Хотели, чтобы эти бабушки, которые находятся здесь на попечении, на государственном попечении, передали через шерстяные нитки, через варежки, через шарфики, шапочки. Это тепло, которое согреет наших малышей в лютый мороз. Мы соединяем два одиночества. Дети, которые никогда не увидят своих бабушек и дедушек. И бабушки, которых, к сожалению, нет внуков. Педагоги нашей школы прилагают все усилия для того, чтобы каждый наш ребенок стал прежде всего человеком. Человеком, который умеет чувствовать, понимать чужую боль. В благодарность воспитанники интерната для названных бабушек устроили настоящий праздник. Привезли подарки и концертную программу. На прощание пообещали обязательно их снова навестить. Ведь теперь они знают, у них есть бабушки и их вещи несут особое тепло. Алексей Волков, Юлия Бешанова, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. Она не прощается, а говорит «до свидания». В Минске торжественно закрылась 22-я международная книжная выставка-ярмарка. В этом году она оказалась рекордной. Как по количеству участников, так и по количеству экспонатов. На полутора тысячах квадратных метров свои стенды представили 28 стран-участниц. Настоящий книжный бум наблюдался на стенде из России. Их экспозиция стала самой масштабной. А вот уникальными книгами удивили участники из Поднебесной. Почетные гости выставки в нынешнем году. На полках была даже представлена белорусская классика на китайском языке. Всего за дни работы выставку посетили более 40 тысяч человек. А сегодня около десятка участников ярмарки получили дипломы за лучшие экспозиции. Очень знаково, что мы в этом году уже получили очень много приглашений побывать в разных странах мира, представить нашу национальную литературу. Беларусь приглашена почетным гостем на 10-й Санкт-Петербургский международный книжный салон. И наши петербургские коллеги попросили вот эти замечательные плакаты международного конкурса, патриотического плаката молодежи «Нам дорог мир» просили, чтобы этими плакатами был украшен Петербург. И далее спортивное обозрение Ольги Звездочкиной. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.